Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы продолжаем информационное вещание телеканала Жбек Жулы в эфире «Новое время» и в ближайшие 15 минут только о главном. Начнем выпуск с официальной повестки. Сегодня глава государства принял министра обороны. Руслан Жихсилыков рассказал президенту о результатах международных учений, внедрении новых подходов к боевой подготовке войск, а также о реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности. Особое внимание было уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы. Глава оборонного ведомства также доложил о мерах по повышению социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров. Минувшей ночью болельщики со всего мира стали свидетелями закрытия Олимпиады в Париже. Грандиозное событие смогли увидеть и зрители нашего телеканала. Жбек Жулы организовал студийное шоу с именитыми гостями. Комментаторы Дидар Хадыров и Лилиана Альжанова пообщались с дюдаисткой Абибой Абужакыновой, заслуженным мастером спорта Исламом Байрамуковым, а после трансляции к ним присоединился и главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко. Самые главные события, что запомнили сейчас, потому как мы... Сама торжественная церемония прошла на знаменитом французском стадионе Стаде Франс. Знаменосцами сборной Казахстана стали гимнастка Эльжана Таниева и тейквандист Батархан Тулиугали. Организаторы представили красочную шоу-программу с яркой визуальной, хореографической и акробатической составляющей. В официальной части приняли участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Оргкомитета Игр-2024 Энтони Эстанге. И после их обращения к спортивному сообществу был спущен олимпийский флаг и погашен олимпийский огонь. Следующие игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. Наши спортсмены завоевали на играх в Париже семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Ельдо Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов. Впрочем, были в сборной и те спортсмены, которые остановились буквально в шаге от попадания на пьедестал. В женском дзюдо Абиба Абужакенова имела все шансы стать обладательницей олимпийской медали. Однако в схватке за третье место дзюдоистка уступила шведке Тари Бабулфат и завершила выступление на пятом месте. Пятым стал гимнаст Милат Кареми. Спортсмен успешно выступил в финале в вольных упражнениях. Надежды возлагались и на скалолаза Амира Маймуратова. Атлет боролся за выход в полуфинал игр, завершив в итоге свое выступление на пятой строчке. Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завершила олимпийские игры на шестом месте. В одну четвертую финала командных соревнований наши шпажисты уступили Венгрии. Это новое время и мы продолжаем. В этом году власти города Шахтинска, что в Карагандинской области, добились, чтобы на ремонт местной ТЭЦ из бюджета региона выделили больше трех миллиардов тенге. Столь масштабной ремонтной кампании станция не видела за всю свою историю. Прошлой зимой на холод в квартирах горожане жаловались даже межелесменам. Столбики термометров опускались порой до критически низких температур. Поэтому за ремонт на станции взялись сразу же после окончания топительного сезона. На данный момент на трех котлоагрегатах ведутся монтажные и демонтажные работы. На двух турбоагрегатах завершены работы по проточной части. По генераторам ремонтные работы уже завершаются. На сегодняшний день шахтинская ТЭЦ готова на 70%. Помимо этого ремонтируют теплосети. В департаменте атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области подтвердили, что жителям Шахтинска по большому счету переживать за предстоящую зиму не стоит. В прошлом году была ситуация такая, она тоже, можно сказать, и частично связана с тем, что там некачественная поставка угля была. Как бы, ну, в совокупности там были ряд вот этих всех проблем. Мероприятия составили, чтобы устранить эти неполадки, чтобы в отопительный сезон мы вошли и провели его без аварии. Больше 12 миллиардов кубометров паводковой воды собрали в этом году в стране. Это в два с половиной раза больше, чем годом ранее, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации. Паводковые воды будут использованы в сельском хозяйстве и промышленности. Используются уже. Большую часть, около 9 миллиардов кубометров, специалисты сбросили в озеро Балхаш и Каспийское море. Остальное направлено в другие водоемы республики. Немаловажным фактором является полное наполнение Астанинского водохранилища. Это позволит в течение года бесперебойно обеспечивать жителей столицы питьевой водой и сэкономить при этом 2 миллиарда тенге из бюджета. Между тем, количество платных парковок в Астане увеличится с 7 до 10 тысяч. О необходимости расширения сети говорят последние несколько лет. Чиновники уверены, что это помогает разрушать город от транспорта. Астанчане якобы активнее пересаживаются на автобусы. Спасают ли ситуации на дорогах столицы эти меры, попыталась выяснить Азиза Закумбаева. Утро многих столичных водителей начинается с поиска бесплатного места для стоянки. Кажется, таких уже практически не осталось. Вот и приходится парковаться, где придется. Если рядом с домом еще можно найти свободный участок, то возле офиса выбора не остается, говорят автолюбители. Платные парковки надо прекратить. Деньги наши, мы мало того, что налог заплатили, платим налоги постоянно. Еще и какая-то частная компашка себе эти деньги забирает. Еще и нас штрафуют за это. Категорически против платных парковок. Но не у всех водителей такое же мнение. Платные парковки мне пользуются. Обычно я ставлю, если мест нет на платные парковки. Возможно, это разгрузится. Но кто бы что ни говорил, о платных парковочных мест в городе станет только больше. Их количество увеличат с 7 тысяч до 10 тысяч. Тем самым власти пытаются разгрузить город от авто, а население сподвигнуть пользоваться общественным транспортом. Потому что ранее, допустим, на бульваре Нуржол, большинство парковок и парковочных сессий у нас длилось до 6 часов. На сегодняшний день среднее время парковки по городу не превышает 40 минут. То есть мы подняли оборачиваемость 12 раз. То есть, соответственно, от 8 до 12 раз больше машин может припарковаться на тех местах, где раньше весь день стояла одна машина. Сегодня в столице насчитывается около 7 тысяч парковочных мест. Один час стоянки обходится в 100 тенге. Несложно подсчитать, сколько компания зарабатывает на водителях. Порядка 700 тысяч тенге в час и больше 8 миллионов в день. Это по самым скромным подсчетам. А если не заплатить за парковку, придет штраф. Оборудовано более 7 тысяч парковочных мест. За уклонение от уплаты парковки штраф предусматривают в размере трех МРП, то есть 11 076 тенге. Однако в случае надлежащего уведомления правонарушителю, он имеет право в течение 7 суток оплатить половину, 50% от этой суммы. То есть 5 538 тенге. Собранные из парковочных платежей и штрафов деньги, по идее, должны идти на финансирование городских программ по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Однако есть ли эффект от таких водительских сборов, каждый решает для себя. По крайней мере, решить проблему с затопленными улицами во время дождей. Пока никто так и не смог. Да и нужно признать, что платные парковки, действующие в столице уже несколько лет, так и не решили проблему заторов на дорогах. Это тоже очевидный факт. И вряд ли те, кто привык к собственному автомобилю, могут пересесть добровольно на общественный транспорт. А вот не заплатить водители за парковку могут. Только с начала года владельцам авто выписали 120 тысяч таких штрафов на 725 миллионов тенге. Казахстанцы сегодня отмечают Международный день молодежи. Почти треть 20-ти миллионного населения нашей страны – это молодые люди. В эту категорию относятся граждане от 14 до 35 лет. Я предлагаю узнать, как сегодня живет с этим людям и какую поддержку им оказывает государство. В первую очередь, это решение жилищных вопросов. Например, в марте Удбаса Банк запустил ипотечную программу «9-20-25». Ее целевая аудитория стала свыше 16 тысяч молодых семей. Немало льгот и для работающей молодежи – представители креативной индустрии и бизнеса. В этом году за счет 310 грантов конкурсов «ЖАЗ-Проджект» и «Тауэльсисдекор Пахтара» есть возможность начать свое дело, привнести инновации в мир науки, культуры или медиасферы. Эти и другие инициативы реализуются в рамках концепции молодежной политики. Представители молодежи со всей страны собрал форум «ЖАСТАР СЕРПЛЕСЕ» в Павлодаре. Его целью стало создание платформы для обмена опытом и навыками. Для гостей подготовили различные тренинги и экскурсии по достопримечательностям города и сакральным местам области. Подробнее о материале нашего корреспондента. Форум прошел в преддверии празднования Международного дня молодежи. Собрались сотрудники ресурсных центров со всех регионов страны. Для них подготовили насыщенную трехдневную программу. Она включала в себя тренинги, направленные на развитие коммуникативных навыков, ораторского искусства, проектное воплощение идей. В сфере молодежной политики есть достаточно большой блок вопросов социального характера, который связан с трудоустройством, социальной адаптацией, обеспечением жильем, получением образования. В целом, ваш регион всегда являлся авангардом, так скажем. Потому что это здание, в котором мы сейчас с вами находимся, которое называется Центр обслуживания молодежи, это первый, наверное, уникальный опыт в республике организации работы именно в таком формате. На встрече отметили, что одна из главных задач – разработать новые общие подходы в сфере молодежной политики. При этом Павлодар стал местом притяжения для активистов со всей республики. Один из них – Акижан Кутваров из Карагандинской области. Местный опыт будем применять у себя в области. У нас, в принципе, подобные направления тоже развиваются. Но какие-то фишки, идеи будем для себя подчеркивать и применять у себя в регионе. Стоит отметить, всего в стране функционируют более 200 молодежных ресурсных центров. Они объединяют более 3000 молодых специалистов, которые работают не только в городах, но и в районах. Оскар Кабиденов, Алексей Аминницкий, Жебек Жолый, Павлодар. Участники экологической акции «Таза-Казахстан» добрались до Каспийского моря. Водолазы очищают побережье и наводят порядок под водой на глубине в 15 метров. Из моря за время очистки вытащили больше 12 мешков с мусором. После тотальной очистки для участников подготовили обед и не только. О том, как очищают регион страны, в следующем материале. Это не военные учения, это акция по уборке мусора. Задействованы всем военные водолазы, коммунальщики и просто горожане. Это те, кому не все равно на чистоту в городе. Водолазы специальным оборудованием погружаются под воду. На глубине 15 метров собирают по 12 мешков мусора. На дне моря в основном обнаруживаются мусоры, баклажки, пластмассы, всякого вида. Если водолазы в море, то очищать от мусора береговую зону пришли депутаты. Вместо ценных бумаг у них мешки для мусора. А в другой части предприниматели, спортсмены, врачи и многие другие. Цель у всех одна – сообща навести порядок на берегу Каспийского моря. Для нашего коллектива чистота в нашем городе значима. Поэтому мы тут. Наводим порядок со всеми вместе. Примерно вышли 40 ребят из нашей компании. Оголо 150 спортсменов пришли на уборку. Есть и спортсмены особенные из местного клуба инвалидов. Мы уже три самосвала собрали. Теперь вот траву убираем. Эти акции должны быть регулярными. После генеральной уборки, концерт, обед, состязания организаторы отмечают. Это не просто акция чистоты. Это настоящий праздник, где приняли участие больше 3000 человек. А собрали около 300 тонн мусора. Так будет всегда, говорят жители. Впереди уже есть планы и готовые участники. А это практически весь Ахтау. Сегодня стало известно, кто будет защищать честь Казахстана по Жамбату на грядущих пятых Всемирных играх кочевников. В отборе принимали участие 10 стрелков. По итогам состязания лучшими стали Айдбек Сарбай, Абзал Тулубеков и Ералхан Айкус. Отмечу, что чемпион мира Батер Бексаут получил прямую путевку на игры без отборов. Сейчас спортсмены находятся на тренировочных сборах в предгорьях Алатау. Продлятся они до 18 августа. Напомню, пятые Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября. В мероприятии примут участие порядка 2000 человек. Подготовка нашей национальной сборной идет на высоком уровне. Могу сказать, что мы готовы на 70-80%. При этом есть еще над чем работать. Четыре наших спортсмена получили путевку на участие в пятых Всемирных играх кочевников. С ними интенсивно работаем. Всемирные игры кочевников, как Олимпиада, среди наших национальных видов спорта. И это все, о чем мы успели рассказать. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь на телеканале ЖБЕК ЖОЛА.